Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Недавно один уважаемый шахматный гроссмейстер, который обожает играть в шашки, попросил меня показать какой-нибудь вариант из игры Бадянского. И выполняя его просьбу, хочу вам показать прикольную партию, которую мне удалось выиграть у другого уважаемого гроссмейстера, но уже шашечного. Смотрите, я играл черными, мой соперник белыми. АБ4, БА5, БА3, АБ6. Здесь белые обычно играют ЕД4. Я разменялся на бортик, ну и играю на связку, вот это вот. Здесь обычно меняются ЖФ4, либо играют СБ2, либо ДЕ3. Мой соперник избрал ход ДЕ3. Я играю ЖФ4. Мой соперник играет ЕД4, и я играю Ж5 с намерением разменяться назад. Ну здесь можно сыграть либо СД2, либо СБ2. У белых уже позиция значительно хуже. Мой соперник играет СБ2, и я меняюсь назад. Здесь белые играют ЖФ4, и черным надо сделать, найти сильный ход. То есть видите, если играть шаблонно, допустим, ЖФ6, тогда белые уже разменяются, и получится примерно равная позиция. То есть если сыграть, допустим, СД6 или ЕД6, тут без разницы, то белые проводят вот такой размен, 2 на 2. Отдают шашку ФЕ5, затем меняются БЦ5, и также возникают примерно равные позиции. Преимущество у черных здесь испаряется. Поэтому для того, чтобы преимущество у нас осталось, надо найти тонкий ход ЖФ6. Белым надо меняться, БЦ5 лучшего не видно. И черные играют ЕД6. Ну и в партии мой соперник разменялся, АБ4. ЕФ6 играть значительно хуже. Этот ход ставит белых уже на грань поражения. Ну и у черных здесь есть два хода, ДЦ5 и ФЕ7. Оба, на самом деле, не выигрывают, но ход ДЦ5 более сильный. После ФЕ7 белые довольно просто могут найти ничью. То есть, видите, черные грозят выиграть шашку, поэтому белым надо проведить комбинацию. ФЖ5, ФЖ7 и ФЖ3. Размен тройной одеколон. Это мы любим. Ну черным надо меняться, ЕФ6 лучшего не видно. И белые играют ЖФ2. То есть, видите, постоянно будут грозить сыграть АБ4. Черным надо играть БА7 и белые нападают. То есть, видите, отойти нельзя из-за удара АБ4 и черные останутся без шашки. Ну, черные поэтому сами проводят удар по затылку. Допустим, ЦБ6 и АБ4. Ну и возникает позиция 3 на 3 с небольшим преимуществом у черных, но выигрыша нет. Позиция ничейная. Поэтому вот в этой позиции вместо хода ФЕ7 лучше играть ДЦ5. И вот здесь белым уже для достижения ничьей придется очень помучиться. Например, БЦ3. БЦ3 БА7, АБ2, ЦБ6. Черные выстроили так называемую рогатку. И белым надо меняться. ФЖ3. Бьют на Е3. Ну и здесь черные проводят очень эффектный прием. Отдают шашку, ЦД4. И у белых есть два взятия. Взятие на Ц5 уже проигрывает. То есть, несмотря на отсутствие шашки, видите, черные нападают сразу же на две. И это позиция выигранная за черных. Можете убедиться в этом самостоятельно. То есть, белые теряют две шашки и проигрывают. А все-таки ничья в этой позиции еще была. Для этого надо было побить на поле Е5. И после размена АБ4, черные снова нападают на две шашки. И мне кажется, позиция абсолютно проигранная. То есть, надо играть ФЖ7. Ну, естественно, черные не бьют вперед, потому что будет удар по затылку. И снова возникает равная позиция 3 на 3. Поэтому черные, естественно, после хода ЖФ6 бьют назад. И вот эта позиция выигранная. Например, БЦ3 АБ6, СД4, АЖ7. Белые играют ЖХ4. То есть, грозят провести комбинацию и попасть в дамки. Поэтому надо играть ЖХ6. Тогда белые играют ЖХ5. Ну и на ход ФЖ7 играют ЖХ3. Мы уходим на бортик. Постоянно, видите, нет такого хода из-за ЕД6. Поэтому приходится играть ЖХ4. Ну, просто играем АБ4 и белым остается только сдаться. Полезных ходов у них нет. А где же ничья, спросите вы? А ничья в этой позиции была очень неожиданная и тонкая. Для этого надо было пожертвовать две шашки. ФЖ5 и сыграть ЖХ4. Ну и несмотря на отсутствие шашки, черные здесь не помогут победить белых. То есть, видите, шашка Ф6 белых рожен по силе равна двум шашкам черных. То есть, вот в книге «Курс шашечных дебютов» гроссмейстера Виктора Литвиновича и мастера Николая Негры сказано, что вот этот вариант вы... Ну, вот этот вариант получается уже здесь выигрыши черных. Но на самом деле, вот после этой жертвы, выигрыша у черных нет. Ну, покажу вкратце, например, такой вариант. ДЦ5, БЦ3, АБ6, АЖ3, БА5, ЖФ4. Напали, отошли. Ну и обе стороны прорываются в дамки. Черные не могут остановить белых. И партия заканчивается ничьей. Давайте вернемся к нашей партии все-таки. Гроссмейстерам. То есть, в этой позиции гроссмейстер не стал играть ЕФ6. Он разменялся АБ4. Это более сильный код. Я сыграл ФЕ7. Ну и на ход АБ2 играю БА7. С идеей либо разменяться ДЦ5, либо играть АБ6. И потом окружать позицию белых. То есть, видите, о чем я говорю. В начале партии и в середине партии поля Е5 для белых. И поля Д4 для черных занимать очень опасно. Потому что эта шашка подвержена окружению. Белые сдвигают царскую шашку ЕД2. И я пока выжигдаю. Игра АЖ7. Смотрю, что будут делать белые. Мой соперник разменялся ФЖ3. Ну и здесь мне показалось, что я выигрываю. Я сыграл ДЦ5. Ну и кажется, что белым остается только сдаться. То есть, видите, нет хода АЖ3 из-за нападения ЕФ6. И тут никаких комбинаций нет. Белые просто остаются без шашки. Допустим, на ход БЦ3 проводим несложную комбинацию. Отдаем одну шашку. Затем вторую. Ну и забираем три. Прорываемся на придамочное поле и легко выигрываем. Но, оказывается, ничья здесь еще есть. С ума сойти. ДЦ3. Впервые вижу подобную идею. Черные нападают. Ну и кажется, все, проигрыш. То есть, остается только закрываться. Да, черные отходят. Ну и допустим, на ход АЖ3 заходят в любки. Надо отходить. Черные играют, СБ6 выжидают. Отдают одну шашку и забирают сразу же три. С легким выигрышем. Вообще непонятно, как тут делать ничью. А оказывается, ничья после вот такого неожиданного хода. БЦ3. То есть, ну кажется, ну что, зашли в любки, выиграли шашку и победили. Не тут-то было. Белые неожиданно жертвуют одну шашку. Затем отдают вторую шашку. И тихо заходят в любки. И оказывается, эта позиция ничейная. То есть, бесполезно идти, допустим, в дамки. Это ничья. А после хода СБ6 возникает равная позиция. Три на три. Вот так, друзья. То есть, мой соперник, именитый Гроссмейстер, сдался, получается, в ничейной позиции. Но, все-таки, справедливости ради, друзья, хочу отметить, что я тоже в этой позиции ошибся. То есть, вместо хода ДЦ5, отмечу красным, этот ход все-таки не выигрывал. Мне надо было просто сыграть Еф6. Ну, и вот тут уже на любой ход, допустим, БА3, подрываем пункт Д4 и легко выигрываем. Друзья, если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Продолжение следует...